МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это слышалось в субботу утром. Получили первый этот ее месседж. Это я встаю раньше, чем понял. Я встаю, пишет Рейчел, было 6.51. Мы на партии, нас обстреливают, взрыв, 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 и мы уезжаем. Но в Израиле мы же, знаешь, как это. Всегда к этому привыкли. Я говорю, Рейчел, оставь маме такие сообщения, потому что она волнуется, но я же знаю, что все в порядке. А 7-го числа вот ее сообщение. Мама. Мы едем домой, в нас стреляют. Я была на фестивале. Мы убегаем. Опять тысяч человек. А я беру телефон и пишу, что она мне пишет. Я сначала сначала сообщение голосовое. И она мне ответила, начала звонить. Был один диджей, который она очень любила. И она собиралась поехать только на него. Они туда приехали ночью. Они приехали туда где-то, я не знаю, может быть в 4 часа утра. У меня есть ее последние фотографии. Мы сфотографировались с друзьями ночью еще. Ну, около 10 утра я увидел в Телеграме фотографию. В Телеграме на каком-то арабском канале. Я увидел Рейчел, которая сидит в машине, у которой вот просто дырка от пули. Вот здесь. А я в армии медбрат. Я прекрасно знаю, как бы я стал понимать, если мы возле нее не будем в течение двух часов, я не знаю, они о чем будут разговаривать. Я начал плакать еще по дороге. Потому что... Потому что было понятно, что нет никакого шанса. Всегда держишься, как бы, хватаешься за последнюю надежду. Я этого не знала. Поле ничего не сказала. И мы приехали. И в какой-то момент мне присылает подруга моей дочки точку location. И говорят, вот они там. И Рейчел ранена. И она была с двумя друзьями. Она была с мальчиком, с парнем, с которым она встречалась. И еще их друг из Америки, из Чикаго, который приехал просто ненадолго. И она говорит, они там. Они прячутся под машиной. В какой-то момент там перестала работать мобильная связь. У этого американского их друга, который из Чикаго, у него был американский телефон. У него он работал, понимаешь? И мы едем. Получается, она с ним общается. И это все онлайн. Этот телефон был друга этого американского. И вот я написала, что... Он говорит, никто не приезжает. Уже четыре часа. И мы теряем Рахелей. Или Рой, друг, ранен. И вот он мне послал здесь. Это место, на котором мы находились. И он мне пишет, 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 пишет. Он говорит, все стреляют. Я говорю, она дышит. Сколько времени? У нее нет пульса. И он мне говорит, я не знаю. Уже несколько часов мы тут. Я не знаю, в каком у нас состоянии. Я говорю, делаю. Нет реакции. Я говорю, делаю еще. Делаю еще. Я его прошу. Он говорит, уже час я это делаю. Ну, пропускали только машины с военным. Которые ехали куда-то на базы. А гражданских не пропускали вообще. И было таких четыре поста. Таких перекрытая дорога. И я не помню, что я делала. Я, видимо, вылетала из машины. Я кричала, что я мама, что у меня там ребенок ранен. И нас пропускали. Закрывали полицейские главные дороги. У нас повез просто через поля. И мы буквально отъехали от базы. Я не знаю, может быть, полтора километра. Стоит джип. Стоит джип. Полицейский джип. Думаю, нормально. Мы приближаемся ближе. Я смотрю, он просто лезет дырка в дырку. Сидят два полицейских. Вот таких вот. И были ребята, которые стояли. Такие мужики. Которые были просто с безумными глазами. Которые в шоке были. И мы подъехали. Они с оружием. Было несколько человек в каске. На нем был бронежилет. И он говорит, кто вы такие вообще? Что вы тут делаете? Я говорю, дочка, помогите. Нам нужно ехать туда. Он говорит, ну не можете туда ехать. Он говорит, ну если вы туда едете, то поймите, что если вы видите какое-то движение на дороге, это они. Потому что живых там нет. И мы просто ехали. Мы ехали. Дороги. Так зигзагами. Это... Тогда я не очень понимала, что я вижу даже. Я... Ты понимаешь, что это как снимают какой-то фильм. Вот как какой-то апокалипсис. Ты едешь. И стоят машины брошенные. Там фары включенные. Двери открытые. Там люди вокруг мертвые. Мы приезжали в машину, которая горела, в которой были люди. Просто люди в машине, и она горит. И они там. Полная машина людей. Очень много мертвых людей. Мы просто вот так вот объезжали. Я потом только подумала, что если там кто-то был жив. Хотя они не оставляли никого. Они просто добивали всех людей. Были просто... Они стреляли им в голову. И это было долго. И мы ехали, и все время были мертвые люди вокруг. И... И тишина. И мы когда их объезжали, я услышала выстрелы. Это очереди прямо. Здесь они были за домами. Они продолжали убивать людей. Мы в этот момент там проезжали. И мы оттуда выехали. И тут я. И я очень испугалась. Это было очень страшно, потому что я просто подумала, что... Я говорю, мы здесь все умрем. Через... И я все это время продолжала переписываться с ним. Прошу спасти девочку. И он мне говорит, она... У нее нет пульса. И я говорю, боже, что значит нет пульса? И мы когда выезжали, и мы вдруг слышим... Я слышу так... О-о-о! И типа оружие. Ты слышишь, что передергиваются затворы. Они нас не ожидали увидеть. Это были наши военные. И они просто нас чуть не застрелили. Они никак не ожидали людей, которые пройдут с севера Израиля, на юг, для того, чтобы найти девочку. У меня здесь девочка. Пожалуйста, помогите. Они просто... Я не помогли. Меня трясло. Но они говорили сначала, они не хотели. Потому что они говорят, ребята, нет. Там ад. Наши ребята пытаются зайти с другой стороны. С танками и все. Там уже все погибли. Первые, кто зашли, там погибли. Я говорю, ну пожалуйста, послушайте. Послушайте. Потому что вот у меня же есть их место, где они находятся сейчас. Он говорит, у меня таких много. Ты пойми, что это не место. Они, если бегают все время, это невозможно. Они же все время прячутся, бегают. Я говорю, нет, нет, нет. Они там уже. Я говорю, нет. Посмотри. Я переписываюсь с ними. И он мне как раз что-то пишет друг Рэйчел. Или адр. Он мне пишет. Ну где вы? Ну где вы? А я ему все время обещаю, что мы вот уже в дороге. Вот уже в дороге. Мы тут, моя жизнь. Есть еще один друг, лежит на земле. Нам срочно нужна скорая. Ну он понимает арабские немножко. Он говорит, они говорят, что мы всех некрасивых убили, а красивых вот идем туда. Это про детей, про девочек. И он говорит, они тут стреляют, бегают. Мы прячемся. И он открыл эту карту, посмотрел где. И тут же по рации он вызвал бронированную машину и послал людей. Вытащить их и в 7 часов вечера, в 7.08 вечера. Он написал, что их вывозят. Он написал, что мы в джипе. Вывозят с места, типа без спину и все остальное. Только одна большая проблема в том, что ему сказали или он хотел в это верить. Он им сказал, что ее тоже вывезли. Он им сказал, что она жива, что вот еще полчаса назад она была жива. Ее подняли на вертолет. Я побежала к вертолету, потому что я думаю, что Хелька должна быть там. И они меня останавливают. Я говорю, ты не можешь туда идти. Я говорю, ну скажите, мне вот девочку вывезли на вертолете. В такой-то час вот у меня есть сообщение. Куда же ее повезли? Куда же мне ехать? И все это время обстреливали ракеты. Взрывались. Падали ракеты. Обстреливали ракетами. Перед нами упала ракета. И мы еще, господи, что это? И такой бум. И потом мы объезжаем ее. Она просто воткнулась. Она не взорвалась. Она просто воткнулась в дорогу. Такая вот большая. Я была в какой-то момент в такой растерянности. Мы поехали. Ну давайте поедем в больницу. Ну в Барзилай поедем. И мы вот эти вот два или три дня просто носились. Вот как мы в шабатках. Мы были одеты. Мы приезжали в больницы все. Чтобы понять, где девочка. И мне так хотелось ее обнять. И в какой-то день мы уже поехали. И я сдала. Меня попросили подъехать и сдать ДНК. И описать. Во вторник утром постучали в дверь. Страшная вещь. Стук в дверь. Они не звонят. Они стучат. И несколько полицей. Я подошел глазку. Я посмотрел. Я понял. Я не хотел открывать двери. Я не знал, что с ней будет. И да. И они зашли. И они нам сказали. И ее познали по отпечаткам пальцев. По фотографии зубов. В среду были похороны. Это было 11-е число ее. Она погибла с 7-го утром. И только 11-го мы смогли ее похоронить. Я ее не узнала. Я не могла понять, как такое может быть. Я говорю, это не Рэйчел. Они говорят, это Рэйчел. Я не могу. Я говорю, как же я могу. Я хочу ее поцеловать. Как же я могу поцеловать. Как же я ее узнать. Это не она. А у нее были здесь блестки. Она очень любила блестки. Все блестящее. Здесь у нее было такое. На фестиваль. И поделился к нам друг с утра. На следующий день после похорон. И он говорит, внизу сидит какой-то человек военный. В форме. Это парень, который был в этих машинах. Когда их вытаскивали оттуда. Он мне сказал, что я с тех пор не могу ни есть, ни спать. Ничего. Я пришел, чтобы извиниться. Я пришла извиниться. Что? Мы не смогли ее вытащить живой. Они когда заехали туда. Как бы вытаскивать их оттуда. Спасать. Там начался сумасшедший обстрел. И в них стреляли. И там ребята даже сделали такой, как живой круг. Ну это страшно. Но вытаскивают живых. Они видели, что они живы двое. Ахелька уже была не жива. Была еще одна очень тяжелая вещь. Когда нам позвонили. Это база. Ашура. Куда-куда привозят всех погибших. И там их опознают. И делают экспертизы. Они позвонили. Что есть. Приехать получить вещи. Которые были на вечер. Мы когда сидели на улице. Я ждала зайти. Там было много людей. Там сидела в семье. Там сидели мужики. Арабы. Они между собой говорили. Они плакали. Да, и не плакали. И я просто опустилась на телефон. И просто села на землю. Просто не могла. И все. Он ко мне подошел. Принес мне стульчик. Он говорит. Садись. Хорошо сидеть тебе на земле. Я такой. Мужик. А потом они передо мной зашли. Они вышли. Они все плакали. У них тоже погибла семья. У них. Они арабы. Их просто всех расстреляли. И они пошли тоже получать вещи. И не важно кто. Это было какое-то безумие. А на памятнике мы... Она единорожек. Она... Ребята постарались. Выбили в камни. Юникорн. Такого. Такого. На радуге. Вот. Это моя Хелька. Она Юникорн. Она была очень живая. Она очень... Прям... Она была очень классная. Она была очень хорошая девочка. И мне очень... Очень у них хватает. Я очень скучаю. Очень скучаю. И Мишка пытается не расклеиваться. Но это невозможно. Потому что все время что-то напоминает. И ты... И ты просто... Просто на пустую месте начинаешь плакать. Потому что что-то вспомнил. Но говорят, что... Так тоже живут. Это такая жизнь, которая уже не будет прежней. Но она будет другой. Мне нужно учиться жить. Сказано, как нужно учиться ходить. Наверное, то же самое. Все заново. Тогда hooked. Поехали.